Добрый день уважаемые подвохи в этом видео сюжете с вами снова Катерин Ган и мы с вами поговорим гарпуны от именитого киевского мастера Эндрю Фокса они довольно таки известны и в простонародье если знают Андрей Клименко то для блогеров и для интернет заказчиков и для всех кто знает что это за гарпуны он Эндрю Фокс и так гарпуны его выполнены в двух вариантах но имеют они разные конструктивные характеристики например это длина это толщина самого гарпуна и суть хвостовика собственно говоря каким он может быть укомплектован а он может быть укомплектован значит таким образом может быть 8 миллиметром 7,5 миллиметров и семеркой он может быть укомплектован утлиненных хвостовиком сменным бойком либо сменным жалом или опять же бойком ну это кто как говорит но подробнее мы сейчас это все рассмотрим в основном это цельники гарпуны цельники либо тайтанского типа они предназначены для охоты на трофеи чем они отличаются от обыкновенных гарпунов всем как бы известно но можно напомнить о том что они все-таки имеют меньше резьбовых соединений они более удачные динамики в полете и в борьбе с трофеем и так что еще характеризуют эти гарпунами мастер с душой подходит к качеству и сейчас мы его подробно рассмотрим хвостовики самих гарпунов выполнены из нержавеющей сталь имеет клейма и также имеет посадочное место в поршне 4 миллиметра что подходит для ружей зеленка техно подходит для всех мастеровых ружей которые имеют посадочные места в поршне 4 миллиметра если там будет чуть-чуть меньше есть два варианта либо мы рассматриваем поршень либо мы уменьшаем сам хвостовик ну теперь приступим к рассмотрению у гарпунов значит что первое бросается в глаза это клеймо мастера оно находится и на флажке так же само оно находится и на хвостовике вот можно будет заметить гарпуны бывают двух видов которых я говорил значит один с резьбовым соединение на конце вот мы видим резьбу да и другой вариант мы наблюдаем уже встроенный баек или жало кто как любит об этом говорит давайте рассмотрим их реальные функции здесь мастер просмотрел это все таким образом что у нас руках 7 миллиметровый гарпун он имеет такое обнижение сюда встроенный гарпун встроенный баек баек у нас вот всем известного наконечника дюбель дюбель либо пуля с дюблем то как выражается имеет ввиду имеется ввиду вот такой вот конструктив вот такой вот конструктив мы с вами это все наблюдаем вот как его туда мастер строил он об этом сразу говорит что он заходит вот где-то приблизительно в этой части и он посажен на супер клей либо же на фиксатор резьбы при охоте когда он уже будет полностью деформирован по окончанию охоты не обязательно отсылайте гарпун мастеру это можете сделать самостоятельно легенько подогрев и изъяв сам боёк либо жалость тела гарпуна также самому инсталлировать туда не составляет особого труда посадить на супер клей либо на фиксатор резьбы как говорил сам мастер при ударе гарпуна а такие гарпуны будут использоваться каменистой местности техногенных завалов бетон или труб деформация не будет происходить в этой части либо в этой части либо на самой заклёпке флажка а сама энергия от удара то есть деформация опять же повторяюсь не будут здесь происходить здесь ничего не сломается не потрескаться и не погнется также какие в этой части не сломается на сверление самой заклёпки флажка вся энергия от удара передастся просто на гарпун и он либо в этой части просто спружинит либо немножко так деформироваться ну что было маловероятно гарпуны уже не первый раз уже ходят у людей и все кто им охотится знаю что это такое теперь если же мы рассмотрим другой гарпун о котором мы говорили который имеет резьбовое соединение в конце вот таким вот образом мы с вами это все видим вот как вы обратили внимание что заполирована даже резьба душевно все так сделано даже видно отражение да и мы видим на конце резьбы вот такую вот острию вы спросите зачем оно сейчас мы к этому вопросу вернемся это 8-миллиметровый гарпун также если мы рассмотрим мы видим на конце клемму мастера поднесем поближе вот мастер свои детище клюми своими скажем так вот такими вот андрей а к андрей андрей кременко не пуза с калашников но тем не менее эти гарпуны стреляют как калашников они безотказны потому что мастер подошел душу и так не будем выходить от темы например вы поехали на охоту у вас есть такой гарпун с резьбовым соединением то есть под сменой боек либо головку кто как любит выражаться какому подводному охотнику какой сленг интереснее так и будем говорить собственно говоря но но имея такое резьбовое соединение нам не нужно собой брать на охоту кучу разных наконечников не нужно думать как их разместить в гидрокостюме с предназначенном кармане либо в жилете либо в кармане жилета либо на букет не нужно думать как менять эти наконечники под разные условия охоты толстых перчатках чтобы не потерять их вдруг там увидел какого-то жиланого трофея или каменистые одно там судака какого-то между камнями начинает происходить инсталляция в толстых перчатках гарпун в одну сторону конечник другую ныряйте сказать это все для того чтобы этого всего не было вам просто достаточно иметь такие головы а такие головы продаются и в магазине в киеве катранган и также магазине днепре там где мы уже открылись на еврейского 100 бывшая карла марса достаточно иметь такие голову голов который имеет с измеримо очень маленький размер по сравнению с большими до инсталлированными наконечниками и один такой гарпун приезжая на свое любимое место вы посмотрели обстоятельства и собрали себе гарпун пускай он будет с байком у поджала дюбель пускай он будет например трехгранным для хорошей бронированной рыбы которые нужно будет пробить такие как арпель амур имея режущий грань пускай он будет четырехгранным так как вам будут по желанию и мы плавно подходим к тому вопросу который я вначале говорю для чего тут на резьбе есть такое заострение и когда эти все варианты заканчиваются и вы теряете боёк либо сменную голову мы можем продолжать охотиться вот этим гарпун вот именно так да да заряжает таким вот образом продолжая охотиться не собираться же нам домой когда мазь пошла скажем так ну и теперь вернемся к хвостовикам в магазине катранган так же самое как в днепре и в киеве есть вот такие удлиненные хвостовики это я для примера взял свой рабочий они также бывают из титана в данном случае в это 20 22 также ведь из клевом мастера это 10 сантиметровый и эти скажем все споны сантиметров они выполнен из нержи они каленые они инсталируются под семерку и под восьмерку и под 7 с половиной миллилитров почему вы это спросите потому что когда вы приходите в магазин вы видите что на этом примере хвостовик легко откручиваться мастер их намертво не садит зачем собирая гарпун своей мечты для своего серьезного трофея можно выбрать удлиненный хвостовик об этом мы говорили в наших роликах раньше можно отдельно будут увидеть конкретное предназначение ну вкратце пробежимся мы видим здесь определенное понижение или спуск какой-то токарный слен который то все время для чего он сделал потому что мы снимаем таким образом нагрузку слезьбового соединения инсталируя на него вот такой длиненый хвостовик мы собираем довольно таки серьезный гарпун для серьезного трофея сейчас также 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 в этом варианте мы можем подобрать бегунок который нам будут по душе может быть у вас есть свой любимый бегунок и вы с ним придете в магазин соберете гарпун посадив его на фиксатор на фиксатор резьбы либо же на суперклей либо подмотал фонки на той и на другой вы будете иметь вот такой вот серьезный инструмент почему удлиненый потому что когда проходя в тело рыбы он выходит насквозь а самый удачный выстрел тогда гарпун вышел насквозь и вот таком виде при когда рыба будет бороться упираясь гарпуном в грунт либо какие-то окружающие пред она не будет ломать гарпун в этом месте там где есть это понижение вот о чем говорилось да вот это понижение вот а именно вот это плечо внутри внутри самого хвостовика и дает определенно нам гарантию что трофей наш никуда не сойдет а именно будет у нас на кукане либо не уйдет умирать также также что немаловажно здесь когда мы с вами меняли головы разнообразные да мы тоже с вами видим что у нас резьбовое соединение заходит в тело само тело головы скажем так либо байка и таким образом при борьбе с рыбой когда гарпун будет убираться в дно либо какие-то предметы техногены там камни либо коряги то здесь не будет излом у нас на резьбе происходить вот такие вот серьезные гарпуны для трофейной охоты создал мастер Андрей Клименко он же Andrew Fox который есть в магазине Катранган в Киеве придя так же самое как и в Дипре придя к нам в нашем магазине вы можете всегда выбрать гарпун по душе под любую базовую комплектацию под любое ружье которое имеет посадочное место поршни 4 миллиметра зелинка техно любые мастеровые зелинки туда куда становятся те гарпуны и собрать гарпун для трофея своей мечты то есть залог успеха это именно качество от мастера зная о том что там даже стоит его клеймо это как раньше на ружьях там например клеймили свои мечи там стрелы там копья пистолеты там или патроны гильзы и все это говорило о о том что это продукт этот продукт он является качественным а залог качества это всегда успех хорошо приходите пощупать эти гарпуны посмотреть примерить в магазине Киеве так же и в Днепре мы будем рады представить вам наши новые новинки на нашем канале Катранган следите за ними и узнаете много чего интересного до новых встреч уважаемые подвохи